Майя Зотова Майя любит велопрогулки. За сезон в среднем проезжает 3000 километров на велосипеде. Также Майя очень любит изобразительное искусство. Сама рисует картины. Майя, приветствую. Рад, что ты к нам присоединилась в нашей телепередаче. И начинаем, в общем-то, с первого вопроса. Да, привет, Денис. Спасибо, что пригласили. И первый наш вопрос к тебе. Расскажи, пожалуйста, где ты родилась и как прошло твое детство? Я родилась в Подмосковье. Очень люблю Подмосковье. Но часть времени я провела на самом деле у своей бабушки. Каждый год нас мама с папой отправляли с братом к бабушке, в Башкирию. Соответственно, мы там очень классно развлекались. И я так скажу, что, наверное, вот эти нотки, которые сейчас у меня коммерческие есть, зарождались в тот период. Мы строили различные модели по тому, как нам зарабатывать деньги. Значит, ну, конечно же, начинали все с того, что собирали бутылки и сдавали их сдавать. Значит, этого нам было мало. Значит, на следующий год, когда мы все встретились, мы решили, что нам нужно диверсифицировать бизнес наш, в общем-то, и зарабатывать больше. И попала такая идея, что можно собирать траву, обычную траву, которая растет везде, и сдавать ее в аптеку. Мы пришли, посмотрели там прайс. Значит, смотрим. О, отлично! Значит, лопухи были, я помню, очень дешевые. А подорожник был подороже. Мы, значит, набрали там трав всяких разных. У нас было порядка, там, 10 человек. Все это управляли, значит, нам все-все-все. Но собрали, взвесили. Думаем, вау, ну вот это бизнес! Вот бизнес-то пошел. Приносим в аптеку. Они говорят, знаете, ребята, нам нужны сушеные травы-то. Мы думаем, что же нам делать? В общем, пошли мы с этими травами сушить на чердак. И наше разочарование было тогда, когда мы их высушили. И, в общем-то, бизнес у нас практически рухнул, потому что масса травы, которая сырая и сухая, она отличается там раз в 10. В общем, мы получили эти копейки и поняли, что это не наш бизнес, и будем заниматься мы чем-то другим. На самом деле, было очень весело. Я очень рада, что все мои друзья и, в общем-то, мой братишка младший помогали нам. И мы почему-то вот в один прекрасный момент решили, что нам нужно помогать милиции. Тогда еще была милиция и ГАИ, ГИБДД. Соответственно, мы решили, что если мы каждое утро будем выходить на улицу, на центральную, это было все в Башкирии, и записывать все номера телефонов со всеми машинами, их цветами, что если вдруг что-то произойдет, мы всегда сможем помочь. Вот такая вот история. Интересно. Было ли какое-нибудь представление в детстве о фондовом рынке? Ты знаешь, наверное, все-таки не было, потому что фондового рынка в России в тот период не было. Но было представление, скорее, о бизнесменах, о крутых дядьках, которые зарабатывают деньги, ездят на крутых машинах, что они такие все серьезные, образованные. И что нужно, наверное, стремиться к тому, чтобы вот где-то примерно на этом уровне находиться. А чем ты интересовалась в институте? Ой, интересовалась я много чем. В основном это было, конечно же, казино и стриптиз-бары. Вот чем я интересовалась. И мы активно, тогда я уже была замужем за первым мужем, активно посещали столь приятные для нас в то время заведения, потому что не каждый студент мог себе этого позволить, а мы приходили в казино зарабатывать деньги. У нас был некий алгоритм, как мы будем зарабатывать деньги. Мы приходим с одной суммой, и, значит, если мы зарабатываем некую сумму, мы оттуда уходим и начинаем их спускать. Если же мы теряем какую-то сумму, то, соответственно, тоже уходим. То есть не было такого, что мы пришли и потеряли все, что у нас было за этот период. И каждый день мы ходили в казино, в различные казино города Москвы. Тогда была и империя, и шангрела, и корона. Ну, это был золотой такой период, скажем так. Начинали с космоса. И все эти деньги вечером пошли тратить. Ходили, тратили, ходили в стриптиз-бары. Нам причем это очень нравилось. Мы таскали всех, кого только можно было за собой. И вот эти деньги, которые доставались, но я бы не сказала, что они легко доставались. А нам в казино мы шли, тратили их стриптиз-бары. То есть это были и мужские стриптиз-бары, и женские стриптиз-бары. Тогда, кстати говоря, эта индустрия очень развивалась по-другому. Сейчас даже вот я побывав в каком-то из стриптиз-баров с коллегами, кстати говоря, с трейдерами, ну, как-то это все, наверное, не так ярко, красочно и не так пафосно, как это было раньше, когда это было до такой степени недоступно никому. И был один веселый случай. Значит, это был один стриптиз-бар на Тверской тогда. Значит, мужской. Там по понедельникам, значит, разливали виски, текилу, все, что хочешь, до тех пор, пока упадешь, в общем-то. Наливали, только вот заходишь, платишь за вход. Это был стриптиз-бар мужской. То есть там мужчины выступали. И я любила туда, значит, захаживать со своими подругами. То есть муж меня абсолютно спокойно это разрешал, потому что, ну, никаких других целей, кроме того, как там бухнуть и просто развлечься, у нас не было. Это было все в университете, я напоминаю. Вот. И в один прекрасный момент ко мне подошел один стриптизер и говорит, что давай я тебя провожу. Я говорю, ну, давай проводи. Я говорю, ну, как бы уже утро там где-то там то-то-то. И я, значит, только мне нужно, говорит, помыться. Ну, давай помойся, сходи. Оказалось, когда мы приехали ко мне домой, он вот бедную, скромную девочку, студентку, хотел, чтобы я, в общем-то, оплатила ему услуги. Вы представляете себе? И я была настолько удивлена. Я говорю, какие услуги? Вообще ты меня проводить хотел? Какой подтекст вот такой был забавный? Ну, мне вот это на самом деле запомнился, этот период. Наверное, это нестандартное увлечение студенток и студентов, но нам было весело. Говорят, что покер очень похож на фондовый рынок. Действительно ли это так? И играли ли вы там в покер? Ну, конечно, играли. Ну, конечно, я любила больше блэкджек и рулетку, потому как у нас был такой алгоритм там свой, который мы проработали, и научил меня господин партизан. Он специалист и профессионал в игре в казино. Соответственно, покер – это такая игра, конечно же, похожая чем-то с трейдингом, когда ты играешь с людьми. Если ты играешь против казино, у тебя шансов выиграть практически нет. Поэтому, ну, я больше увлекалась блэкджеком, скажем так. Но сейчас играю в покер. Поэтому всегда рада поиграть. Ну, чисто так, не на большие деньги. А какая специальность была? Юриспруденция. Юриспруденция. Ну, в общем-то, ну, все к этому идут. И я думаю, мы встанем. Кто-то приходит. Ну, практически все пришли. Осталось мне чуть-чуть к ним дойти. Ну, не все, конечно, а я шучу. Расскажи, пожалуйста, как ты стала трейдером? Ой, ну, это на самом деле уже такая заезженная история, которую я рассказываю всегда. Поэтому я не буду сильно рассказывать долго об этом. Ну, первая сделка у меня была в городе Цюрихе. Тогда я уже развелась с первым мужем. И у меня был жених. И мой следующий муж, соответственно, он был швейцарец. Вот он занимался профессиональным управлением активов. Там очень развита, скажем так, деятельность инвестиционная, основанная на частных управляющих. То есть это компания, которая состояла из пяти человек. Они управляли активами крупных банков, предприятий, которые не только в России. Я помню, на тот момент это был, например, UBS банк. То есть они размещали активы, значит, соответственно, в компании моего мужа. Вот тогда я как раз купила свою первую акцию у Койла и судорожно смотрела, что же с ней будет. Вот такая вот практика у меня была первая. И я подумала, что на самом деле это светлое будущее и перспективы для меня. И, соответственно, можно применить некие методы, которые использовал, в частности, он, например. Потому что я обучалась. Я работала там не только подай-принеси, там, секретарем. Я обучалась, смотрела, как он это делал. Смотрела. То есть тогда была развита еще индустрия Форекса, а он умел зарабатывать еще на Форексе. У нас в России, в принципе, никто зарабатывать на Форексе не умеет. То есть все кричат и говорят, что мы умеем, мы умеем. Но только беря чуть-чуть, немножечко больше плечо, начинает страдать управление рисками. И из-за этого люди почему-то думают, что Форекс – это лохотрон. На самом деле это не так. Если управлять портфелем по Форексу с конкретными рисками, которые ты себе обозначаешь, там есть и тренды, там есть и контртренды, там можно работать. Причем пары очень ходят значительно технично. И нужно просто эту идею доносить до наших инвесторов и до наших трейдеров, что бывает более, скажем так, интеллектуальная торговля Форексом, чем взять на все с плечом, там тыща плечо и все. Моржин колл. Ну вот это вот такой стереотип, который сложился о Форексе. Соответственно, на опыте моем могу сказать, что это возможно. Я, к сожалению, сейчас пока еще не сконструировала систему торговую, которая могла бы работать на валютных парах. Но я думаю, это в будущем будет все равно. А кто для тебя идеальный трейдер? Возрабатывающий, наверное. А если в персонах? В персонах нет, потому что я никого не возвышаю и не занижаю. Для меня, в принципе, все люди, они равны сами по себе. Если человек выбрал такую профессию, как трейдинг или инвестор, он должен решать основную задачу, целевую свою, ради которой он пришел, это зарабатывать. Если он зарабатывает там маленькие какие-то проценты, но все равно делает это стабильно из года в год, тогда это, ну, можно сказать, идеальный трейдер в своей профессии, в своей прослойке, скажем так, да, массиве. Если он зарабатывает большие проценты стабильно, ну, то я тоже пожму ему руку. То есть, как бы, я не делю на людей. Кого-то, где-то, как-то. Есть цель основная – это заработать денег. Если трейдер-человек, там, с 50 тысячами рублями зарабатывает стабильно какой-то доход и профит, то для меня он будет тоже, как бы, идеальный трейдер. Если он, например, зарабатывает там с миллиардов деньги, какие-то профиты, тоже стабильно, он тоже будет для меня трейдером идеально. Такая профессия, там нету рангов, там есть цель. Я так понимаю, что изначально ты торговала руками. Да. А как сейчас распределяется торговля между ручной и роботизированной процентами? Расскажу, да. Я, значит, торгую только по роботам, потому как этот механизм зарекомендовал себя как успешный алгоритм, скажем так, работы на фондовом рынке. Для меня очень важно учитывать и риски, и, соответственно, предполагаемые убытки и мои доходы. На фоне, на базе, скажем так, статистических данных я могу делать такие алгоритмы, которые позволили бы мне комфортно чувствовать себя на рынке. И, соответственно, где-то в конце 2007-го года, 2008-го я начала конструировать уже роботов различного уровня. То есть это были контртрендовые роботы и, соответственно, трендовые. Я очень люблю трендовые системы, но которые, скажем так, в портфеле имеют раскоррелированные активы. Это позволяет снизить несистемный риск. И, соответственно, вот эта вот статистическая оценка будущего, скажем так, будущего же никто не знает и не может этого знать. И если кто-то говорит, то он шарлатан, что я знаю, что прогноз пойдет туда-то, туда-то, и это будет стоить там столько-то, столько-то. Нужно бежать от таких людей, которые дают такие прогнозы. Есть некая статистическая оценка ситуации и будущего, которая может устраивать трейдера или нет. Соответственно, на фоне этого принимаются некие решения о том, когда ты заходишь в сделку, на какую сумму ты заходишь в эту сделку и, соответственно, когда ты из этой сделки выходишь. Соответственно, у меня есть некий алгоритм, который мне дает эти сигналы. Но, естественно, у меня есть счета моих клиентов, которые работают в других, скажем так, брокерских компаниях, на других счетах. Я не завожу деньги на свои счета, я управляю с их счетом. Поэтому не всегда получается полностью автоматизировать торговлю. И, конечно, мне бы хотелось бы в идеале, чтобы у меня был какой-то свой хедж-фонд, в который люди бы приносили деньги, и я с ними могла работать уже полностью автоматизировано. Но на данный момент некоторые сделки мне приходится делать руками. То есть это порядка 50% руками. 50% – это, соответственно, автоматически принимаются сделки от моего капитала. Соответственно, что имеем? Что у меня есть советник, который мне посылает сигнал. Я уже рассчитываю на основе каких-то методов своих позицию и, соответственно, выставляются стоп-лоссы, тэк-профиты, в зависимости от того, какую систему я применяю. Сейчас, получается, это закрытый фонд. То есть деньги поступают от друзей, знакомых, а деньги извне как-то могут попасть к тебе? Ну, скажем так, извне. В каком плане извне? Просто я написала объявление, что принимаю инвесторов в свой фонд. Ну, такого я, наверное, такой практики не делаю, но хотелось бы, конечно, в ближайшем будущем это сделать более открыто для других желающих, которых устраивает моя торговля, моя, скажем, стиль моей торговли и мои аппетиты. Потому как у разных управляющих различные аппетиты. Но здесь не бывает такого, что большие аппетиты и все, да, на этом все заканчивается. Есть такое же понятие, как риск и, соответственно, и профит. Они не могут быть отдельно друг от друга. Если мы рискуем какой-то суммы, мы понимаем, сколько мы можем с этого зарабатывать. И если в дальнейшем у меня получится организовать, соответственно, такую структуру, которая бы помогла другим людям участвовать и принимать, соответственно, в моей стратегии участия, я думаю, что была бы очень рада этого. Какое самое запоминающееся, позитивное событие на рынке было? А знаешь, Денис, все события, они мне запоминаются, в принципе, очень хорошо. Потому как это работа, и каждая сделка, она несет либо позитивную эмоцию, либо негативную. Ну, например, из негативной могла бы сказать, отметить особо одну сделку, которая у меня была, к сожалению, не вспомню, в каком году, если нужно, уточню позже, когда у нас произошла авария на Саяно-Шушинской ГЭС. Я только прилетела с отпуска. Не помню, из какой страны, по-моему, из Бали. И такая достаточно расслабленная еду в машине и слушаю музыку. Мне очень весело. Я приехала, и тут, значит, включаются новости, а со мной были коллеги, соответственно, по трейдингу в машине. И там пошли новости, значит, Саяно-Шушинская ГЭС, а у меня в портфеле порядка где-то 25-30% было Росгидро. И я, значит, еду, классно мне в отпуске, я ищу. Стой, стой, куда ты переключаешь канал, давай послушаем. И, значит, он рассказывает эту страшную историю. И я понимаю, что, в общем-то, сейчас будет гэп вниз. Причем огромный гэп вниз, который как бы нужно что-то с этим делать. И вот в тот момент, казалось бы, да, я как алготрейдер положилась на свою систему, которая должна была выйти по стопу, по определенному стопу. И закрылись торги. То есть закрылись торги, цена не дошла до моего стопа. И когда уже там через пару недель открыли эти торги по Росгидро, естественно, это все проскочило вниз. И, казалось бы, да, вот здесь вот используя свою интуицию, понимая, что это Россия, тут нужно все-таки нестандартные какие-то решения принимать достаточно оперативно. Но вот эти вот 10 минут торгов, вот как это такое было возможно, для меня на самом деле было таким небольшим шоком. И я это очень сильно хорошо запомнила. Вот. Ну, из хорошего хочу вспомнить рост серебра, который был, я сейчас не скажу тоже в каком году, по-моему, в 2010 году. Когда он рос от 20 до 50, и я в нем находилась, собственно. Я была этому безумно рада, так как они в паре с золотом шли очень технично вверх. И в один прекрасный момент меня постоянно спрашивали, значит, участники там форумов, там, Smart Lab, Камона тогда еще было. Майя, Майя, можно еще брать серебро? И я говорю, берите, берите, будет, до 50 дойдет. Оно действительно дошло до 50. Но были люди, которым этого было мало. Они брали еще, еще, еще. Я-то вышла по стопу, понятно, когда нарезка пошла вниз, серебро. Но многие люди из-за этого пострадали. Вот. Поэтому я очень рекомендую все-таки свой разум подключать при торговле. И когда идут такие вот резкие движения куда-то вверх по экспоненте, все-таки нужно ориентироваться на то, что если цена пойдет вниз, все-таки резать убыток. Так что вот эта сделка, которая мне понесла достаточно много процентов, я ее очень хорошо запомнила. Я думаю, немногие наши зрители поучаствовали в этом безумном росте серебра. Это была торговля на российском рынке? Нет, это на форте, фьючерс. Ну, на российском рынке? Да. Понятно. Хорошо. Вот 2008 год, кризис. Больше удалось заработать или потерять? Мне удалось, конечно же, заработать на этом. Но я очень сожалею, что у меня было недостаточно денег для того, чтобы я заработала много. Вот такой вот у меня есть негативный небольшой опыт. А вот по позитивному я очень рада, что в тот момент у меня как раз появилась контртрендовая стратегия, которая позволила мне заработать, соответственно, на падении. Но в один прекрасный момент я вышла из рынка, когда уже где-то там в низах мы были, я помню, где-то 800 что ли пунктов, когда всем уже было до такой степени страшно, что никто не понимал, что вообще может произойти. А вдруг мы просто возьмут, и брокерские компании просто закроются, куда-нибудь уедут. Ну, понятное дело, что они там закрывали и по маржин-коллам всех, да, свои интересы они всегда учитывали. Но вот этот некий страх, который присутствовал, он заставил меня выйти. И размер капитала, который у меня был на тот момент, конечно, желать лучшего хотелось бы. Ну, поэтому я сейчас с огромными такими перспективами ожидаю следующего кризиса, на котором, я думаю, заработаю всю достаточную для меня прибыль, чтобы уйти на пенсию. Ну, и пенсия такая, скажем. Трейдерская. Временная, да, потому что с того момента, как я торгую, у меня не было ни одного дня, когда бы я отдыхала. То есть я еду в отпуск, я там на работе, я там еще где-то, у меня система торгует всегда. Потому что для меня очень важно не пропустить момент. Я такой трейдер, который ждет момент. Ждет момент, когда пойдет вот этот рост, например, да, там в золоте, в серебре, в долларе, в чем угодно, в РТСе. Соответственно, мне нужно всегда руку держать на пульсе. И мне бы все-таки хотелось бы какую-то передышку сделать за тот период времени, который я торгую на рынке. А рядом нет какого-то человека или помощников, или команды, на которую можно было бы это переложить хотя бы на время? Конечно же есть. Есть и команды, и помощники. Но как вам объяснить? Вот вы всегда находитесь в сделке. Вы всегда находитесь в сделке. Не важно, там есть какие-то люди, которым вы поручаете что-то. Есть какие-то люди, которые помогают конструировать алгоритмы. Но мозги-то не обманешь. Они всегда думают о том, что там с моей сделкой, например, по золоту. Или там, что с моей сделкой, вот я сейчас нахожусь в долларе против рубля. И я всегда, в принципе, об этом думаю. Я смотрю всегда, каждый вечер прихожу и смотрю, например, как закрылась сессия. Потом я смотрю с утра, как торгуется там Америка. То есть я все равно это смотрю. И независимо от того, кто мне помогает или нет, я в голове, в своих мозгах все равно это держу всегда. А какие сейчас позиции открыты? Сейчас у меня выход по золоту произошел с утра, пока я к вам ехала. В общем-то, и сейчас доллар против рубля. Лонг или что? Лонг 150%. 150%? От депозита. Уже? Ну, он уже давно, да, скажем так. Сейчас скажу 32,75. Хорошая сделка. Да, она еще не закончилась. Еще не закончилась. Главное, чтобы стоп двигался. Да, да, да. Ну, тут как бы все в стандартной схеме достаточно. А если представить, что точка А – это тот момент, когда только начала интересоваться трейдингом, а точка Б – это здесь и сейчас, хотелось бы что-нибудь поменять? Нет, 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 я бы не стала ничего менять, потому как будущего не знает никто. И если что-то ты меняешь в прошлом, не факт, что оно будет, вот как сейчас есть, скажем так, та ситуация, которая есть сейчас. Она меня более чем устраивает. Больше я знаю, что я на это способна, и я это сделаю, чтобы это было в будущем. А если что-то поменяется в прошлом и станет что-то хуже, я так не хочу. Какие планы, мечты на будущее? На самом деле, в профессиональном уровне, на профессиональном уровне, хотела бы отметить, конечно же, что мне хотелось бы свой хедж-фонд, но я уже говорила об этом ранее, чтобы была возможность у людей участвовать, соответственно, в моих стратегиях. Значит, хотела бы, ну, естественно, показать результаты стабильные на тех деньгах, которые мне доверили люди из фонда британской компании, и показывать, чтобы они, соответственно, дали мне еще, ну, хотя бы столько же денег в следующем году. А еще бы мне бы очень хотелось бы, как я говорила раньше, чтобы у меня стало побольше свободного времени, и я бы все-таки воплотила бы свою мечту, скажем так, в реальность, сделать свою выставку картин, чтобы у меня была возможность, в общем-то, рисовать чаще, да, писать картины, и в итоге все-таки выставиться где-нибудь, чтобы люди смогли оценить мой внутренний мир, а не только то, что они видят, собственно, снаружи. И, соответственно, ну, из ближайших перспектив это наша елка мультитрейдерская, инвесторская, которую мы планируем проводить где-то через месяц. Я об этом, конечно же, напишу, и мне хотелось бы, чтобы максимальное количество трейдеров и инвесторов к нам присоединилось, чтобы мы могли классно развлечься и отметить, в общем-то, наш год, который, ну, может быть, для кого-то он был не очень удачный, и сделать какие-то выводы, может быть, посоветоваться с кем-то из коллег по цеху. И, ну, соответственно, кто закрыл год хорошо, то отметить это событие радостное. Отлично. Желаю выставить свои картины в какой-нибудь хорошей галерее и закрыть этот год в большой плюс. Я надеюсь, что он уже в большом плюсе. И последний месяц этого не используют никак. Да, спасибо. Тоже тебе желаю того же. Что ж, дорогие друзья, сейчас мы переходим к нашему традиционному блиц-опросу, когда я буду задавать эти вопросы, а наш гость будет на них отвечать, не задумываясь. Хорошо. Так, и вопрос первый. В чем одна основная проблема незарабатывающего трейдера? Проблема, что он не зарабатывает, наверное. О чем больше всего жалеешь за карьеру трейдера? О том, что вообще пришла сюда. Чему рада больше всего? К тому же самому, что пришла. Я очень рада и... А, это блиц-опрос, простите. Какую профессию ты бы выбрала, кроме трейдера? Ну, наверное, той, на которой я сейчас работаю. Коммерческий директор меня вполне устраивает. А какую бы ни за что не выбрала? Уборщицей. Не хочу. И наставление начинающему трейдеру двумя словами. Двумя? Контролируйте эмоции, создавайте свои системы. Так, хорошо. И в заключении вопросы от наших зрителей, которые они нам присылают. И, в общем-то, я задаю. Откровение, которое было, если такое было, когда после того, как ты начала свою карьеру, что-то произошло такое, после чего дела пошли в гору, и тренд по счету был только повышательным. Да, это было откровение, когда я поняла, что нужно автоматизировать свою систему. Нужно автоматизировать и, соответственно, получать какие-то стабильные результаты. Это было откровение. А какое отношение семьи к трейдингу было тогда, когда только начинала, и сейчас? Ну, сначала, когда у меня был, скажем так, небольшой капитал, почему-то люди относились к этому как к каким-то играм. А-ля, как я занималась раньше, там, в казино, там, в бильярд, там, и прочее. Но в дальнейшем, когда они поняли, что у меня есть некие подвижки и прогресс, скажем так, в плане того, что я стала заниматься этим профессионально и накапливать капитал, конечно же, появилось некое уважение. И ценность моя в глазах родственников, она, конечно же, увеличилась. У каждого трейдера бывает череда неудач. И вот вопрос от наших зрителей, как с ней справляться, чтобы не пропасть, чтобы не отойти полностью от трейдинга после такой череды. Была ли у тебя такая череда неудач? И как ты с ней справилась, и как пожелаешь справляться нашим трейдерам, коллегам? Я бы не сказала, что прям череда неудач, это, наверное, все-таки можно обозвать словом «просадка», «ожидаемая». Вот нужно стремиться к тому, чтобы просадка была не просто просадкой, а ожидаемой просадкой, ровно так же, как и доход. То есть эмоциональный свой фон можно, скажем так, выравнивать тогда, когда ты уверен в том, что ты делаешь. Если ты уверен, что вот если вот эта сделка пройдет неудачно, и я из нее выйду, и если их будет такое-то количество, у меня будет такая-то максимальная просадка по моей стратегии, а потом она пойдет вверх. Если вот эта уверенность есть, то ничего не может заставить трейдера уйти с рынка, ровно так же, как и профит. Если ты уверен в том, что у тебя будет серия прибыльных сделок, соответственно, то ничто другое тебя не заставит уйти с рынка. То есть вот нужно вот этот момент быть уверенным, обязательно уверенным в том, что это не просто ты зашел в сделку вот сегодня, просто так, потому что вот где-то там какая-то звезда где-то мелькнула, или пятка почесала. Или просто тебе показалось, что вот это сейчас пойдет туда, потому что КОЭТ-3 там какой-то что-нибудь сделал. Нужно системно выстраивать свою жизнь и торговлю. Ну что ж, спасибо, Майя, за то, что была с нами, за интересный рассказ о себе, о трейдинге. Спасибо, Дима. Дорогие друзья, спасибо так же и вам, что были с нами. И, пожалуйста, в комментариях к видео пишите ваши вопросы, а так же пишите о тех персонах из мира трейдинга и бизнеса, которые бы вы хотели, чтобы были с нами на этом интервью. Субтитры создавал DimaTorzok